Друзья, приветствую! Сегодня мы с вами коротко поговорим о таком явлении в музыке, как реприза. Реприза – это повтор того или иного фрагмента в музыкальном тексте. Для того, чтобы было понятно, какой фрагмент нам нужно будет повторить дважды или более раз, используют определенные значки. Вот сейчас вы видите их на экране. Они похожи, как братья-близнецы, только в зеркальном отражении. Первый значок нам указывает, с какого места нам нужно будет повторить музыкальный отрывок, а второй значок показывает, откуда нам нужно будет вернуться к первому значку. Существует определенный нюанс. Если вы видите только значок, который закрывает репризу, и не видите значка, который открывает репризу, это нам указывает на то, что нужно сыграть композицию с самого начала до того момента, где у нас значок присутствует, закрывающийся реприз. Для того, чтобы мы на практике с вами попробовали, как их использовать в музыке во время исполнения, мы давайте сыграем один этюд, который называется «До мажор». Его композитором является Диабелли, известный музыкант. И как вы видите на нотах, вы сможете их распечатать или с экрана посмотреть. С первого по восьмой такт нам нужно будет сыграть дважды. В конце восьмого такта у нас присутствует закрывающаяся реприза, а в самом начале, в первом такте у нас эта открывающаяся реприза отсутствует этот значок. Значит, нам нужно будет сыграть этот фрагмент два раза. И с девятого по шестнадцатый такт нам также нужно будет этот фрагмент сыграть дважды, потому что в девятом такте у нас открывающаяся реприза, а в шестнадцатом такте у нас реприза закрывается. Желаю вам приятного прослушивания и просмотра. Практикуйтесь, спасибо за лайки и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok